Ганер антиутопии. Наши сегодняшние эксперты, главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов и писатель, который отвечает за весь пул писателей-антиутопистов, за Оруэлла, Хаксли и всех остальных. Представлять не нужно, Дмитрий Глуховский. Ну и для затратки разговора, я прямо, поскольку идея такого разговора пришла Алексею Алексеевичу, я хочу задать ему вопрос. Алексей Алексеевич, почему вы выбрали сегодня темой нашего разговора антиутопии? Вы знаете, самое интересное же не о том, что они пишут, они там себе фантазируют, а мы потом разгребаем. Самое интересное, что потом сбывается. И если читать разные замечательные художественные книжки, начиная, я уж не буду про Томаса Кампанелла, Джуль Верна, скажем, да, и заканчивая, может быть, наконец с ним этот жанр умрет, потому что читать это уже просто эти ужасы невозможно. Почему-то кажется, что у нас в стране побеждают не утопии, а антиутопии. Это какой-то морок, я не знаю, как в других странах это происходит, но вот, наверное, многие из вас читали, когда возникла книга Сорокина «Опричник», да, «День опричника». Мы все сильно смеялись по этому поводу. Такая фантазия, фантазия. Ну, в общем, никакой фантазии победил худший вариант в этой книге. У меня было личное, вот сегодня мне напомнится, день рождения Бориса Натановича Стругацкого, и я как раз сегодня вспомнил эту историю изумительную с его книгой, или вернее с эпизодом из его книги, который касался прямо меня, «Из гадких лебедей», где писатель Бани встречается с президентом. У меня была встреча на заре моей, не моей, его юности с президентом Путиным, и когда я вышел, я подумал, где-то я уже это все читал. Вот вы найдите это. Это вот очень точно описано в «Гадких лебедях». Вот президент встречался, тот президент встречался с писателем Бани, Владимир Владимирович, это была наша вторая встреча. И потом мне удалось встретиться с Борисом Стругацким в Петербурге, с Борисом Натановичем. Я приехал, я ему сказал, «Борис Натанович, откуда вы это знали? Откуда вы знали мою реакцию? Откуда вы знали, что президент будет Путин? Роман написан в 1974-1975 году в советское время. Откуда вы знали, что, вот откуда писатели знают, что мы будем так себя вести? Что они будут так себя вести? И что это кончится вот таким вот образом. Чистая вода антиутопия. Те, кто знал, может быть, кто-нибудь когда-нибудь видел Борис Натанович или видел кадры с ним, он так развел руками и сказал, «Ну иначе быть не могло, снизошло?» Вот на них снисходят, а мы потом хлебаем на самом деле. И вот то, что я на самом деле поклонник того, что делает Дмитрий, да, я имею в виду книг, книг я имею в виду, книг, а не вашего хулиганства. Остального я рекомендую тех, кто, это даже не реклама, тех, кто еще не читал, не знакомился с «Тут все есть, тут все есть», и Дмитрий потом подпишет. Это действительно то, что остается. Знаете, вот книги, я думаю, что здесь много людей, у которых хорошие библиотеки или хороший набор в телефоне или в айфоне или в айпаде книг. Вот иногда книгам Дмитрия, что редко сейчас бывает, я возвращаюсь. И иногда к его старым книгам, хотя он не старый, я тоже начинаю думать, Катя, тебе, откуда он это знал, откуда он про нас это знал. Вот такого не может быть, почему они видят вперед, и самое главное, почему они видят самое плохое. Почему они не пишут, знаете, вот этот замечательный мультфильм, да, «Погода была ужасная, принцесса была прекрасная». Почему они пишут наоборот, что погода была прекрасная, а принцесса была ужасная. Вот они пишут вот так, это действительно ужасно, и пусть он сам расскажет, почему такие, у них же какая-то чуйка у этих писателей. Они же не математики, они не высчитывают наш путь, они его, как я понимаю, угадывают и описывают. Вот почему у таких писателей, как Дмитрий, очень популярных писателей, такое мрачное мироощущение. Как написал один, вот недавно я прочитал у такого цензора царского времени, Никитенко, он писал, «Погода была сомнительная». Вот понимаете, вот почему-то у них все сомнительное, и пусть Дима сам скажет, чего у него сомнительное. Здравствуйте, спасибо большое, что вы пришли. Надеюсь, что дискуссия у нас выйдет плодотворной. Я с неожиданностью для себя сегодня узнал только что на ваши глаза, что как-то Алексей Алексеевич читал мои сомнительные произведения. Польщен, спасибо. Что касается того, откуда вот эта фиксация на негативе, мне кажется, надо, во-первых, конечно, всегда лучше, когда все плохо заканчивается. С детства, выбирая из социореалистической вещи Незнайка и его друзья в цветочном городе, идеалистической, утопической вещи Незнайка в солнечном городе, которая происходит, разумеется, как цитата Томаса Кампанелла «Город солнца», и антиутопической, обличительной вещи Незнайка на Луне, которая должна очернить, осквернить мир Чистогана, американскую капиталистическую модель, мне всегда нравилась именно мрачная, приключенческая, драматическая вещь Незнайка на Луне, где, во-первых, насилие, во-вторых, тот самый Чистоган, с сексуальными сценами там, к сожалению, не очень, но в остальном очень драматическая такая яростная вещь получилась у Николая Носова. И вот с тех пор я понял преимущество антиутопии, не Знайка на Луне, над утопией, в солнечном городе. Кроме того, ну, всегда, мне кажется, меня лично мрачные вещи больше привлекали. Второе такое впечатление, пожалуй, это белый бим, черное ухо. Я понял волшебную, удивительную силу плохой концовки, когда ты все надеешься на то, что все исправится и ушится, и заканчивается трагедией, и эта вещь больше тебя не оставляет никогда в жизни. Что касается, если серьезно говорить об антиутопиях, что касается моего личного пристраивания, к антиутопическому жанру, то, конечно, ну, я, во-первых, журналист же тоже, в некотором смысле, да, конечно, я работал на телеканале Евроньюз, закончил журналистику международного отношения, раз что дай, был такой деталь моей биографии, работал. Погласите, приглашайте. В общем, все с этим покончено, с одной стороны, с другой стороны, бесценный опыт, я считаю. Вот, и, конечно, учишься вглядываться в события, разбираться в них, и стараешься пытаться их проецировать. Я не сказал бы, то есть я вообще не мистик, ну, по своим каким-то глубинным умеждениям, я хотел бы быть, наверное, романтиком, но жизнь мне неоднократно получала романтиком не быть, а наоборот, руководствоваться какими-то более прагматическими соображениями, и они меня редко подводили. Поэтому я не считаю, во-первых, что Стругацкий с вами был честен, когда говорил, что снизошло. Ну, что-то на него, конечно, снизошло. Но их превращение из идеалистов и утопистов в антиутопистов, в социальных критиков, оно достаточно скоро с ними случилось. То есть ранее их вещи, только вот там Стажеры, Путь на Мальте, Радуга, полный 21 век, они совсем уж такие в духе коммунистического идеализма написанные. Но достаточно скоро и лучше их вещи. То есть они довольно поздно начали публиковаться, во-первых, и было уже за 30. А между 40 и 50 они уже перешли к вещам, которые были настолько сомнительны, что они все могли быть сразу опубликованы. За более поздние вещи, там, за град обреченный, например, им приходилось больше десятилетия сражаться с цензурой. И вещи некоторые увидели свет уже после того, как Советский Союз прекратил существование. Потому что в СССР эти вещи опубликованы быть не могли. Они пытались отвлекаться на какие-то более-менее нейтральные темы. Вот тема прогрессорства, например, с моей точки зрения, это изучение попытки Советского Союза цивилизовать стран третьего мира своим присутствием. Дружественные какие-то африканские республики, допустим, арабские страны и так далее. Возможно ли это вообще усилить и ускорить их прогресс, да? Или нет? Трудно быть богом. Трудно быть богом, ровно про это. Трудно быть богом, полонистическое будущее. Да, но у них был материал подможный, так сказать. То есть они наблюдали за попытками Советской власти осчастливить в той или иной степени полунасильно арабские страны, например, с их национал-социалистическими освободительными движениями и так далее. И так или иначе ты их приводил к этим мыслям. Но нельзя было надолго отвлечь от того, что происходило внутри, собственно, Советского Союза. И мысли, я думаю, что это им дарило массу. И все их играт обреченные, как правильно, в общем, как выяснилось говорить. Это, с моей точки зрения, наверное, самая релевантная, актуальная для советской жизни вещь и самая такая неоднозначная. Когда впервые они в открытую начали говорить о том, что все это происходящее с советским народом, эксперимент, который, в общем, вещь себе и ради себя, не в интересах людей, цели непонятны и, возможно, забыты давно людьми, этими наставниками, которые этот эксперимент проводят. То есть неудивительно, что люди с критическим мышлением, пытающиеся разобраться в том, что происходит в жизни советской, начиная от довольно романтического, хотя их юношеские и детские годы прошли в блокадах в Ленинграде, уже драматические годы. Но тем не менее, после военных первая проза какая-то, она такая как раз утопическая, о счастливом коммунистическом будущем. Но скоро они начали, видимо, более подробно ознакомливаться с ситуацией в стране и пытаясь сделать какие-то проекции, разбираясь в том, как это на самом деле устроено. Очень трудно преодолеть пелену пропаганды, каких-то массовых клише, официальной лжи, которые игнорируют определенные вещи, государственные позиции, отвергают, опровергают. И когда ты имеешь дело в одиночку с информационной машиной, очень трудно самому добраться до сути событий, до правдивой информационной картины. Потому что перед тобой ты знаешь, что, допустим, это не соответствует твоему личному опыту, но всегда перед тобой, потому что касается, в целом картина стоит непроницаемая пельна лжи. И так наша страна была практически всегда. То есть нам всегда... Меня всегда поражало, вот в пикнике на обочине мы выяснили как раз, что есть пикник на обочине Стругацких, но нет, трудно быть богом здесь сегодня, не продается уже. Бог продан. А? Есть, да? Есть, несут, да? Но там же какая концовка, да? Сталкер, да? Который человек добирается до этого золотого счастья. Он говорит, он умирает, да, он погибает практически. Говорит, и пусть никто не уйдет обиженным. И погибает. Пусть у всех исполнится желание. И погибает. Это что, утопия или антиутопия? Знаете, мне одно время из нашей жизни удалось говорить с французским адвокатом, который защищал бывшее руководство красных кмеров, которые в Камбодже перебили большую половину своего населения. Сами французов порядочно сволочи, кстати. Да, да, да. И он же мне говорил, слушай, но они же были идеалистами. Они хотели построить город солнца. Они были идеалистами. Как их можно казнить, вот этих палачей? Они хотели хорошего, но эти сопротивлялись. Ну да. Но их лагеря для воспитания. И это уменьшается, понимаете? Виталий Дымарский, главный редактор журнала «Дилетант». Да. Вы знаете, это удивительно, как в людях в голове, как в нас. Это же мы. Слушайте, это мы, это наши соседи такие же, которые там ради того, чтобы сделать всем одинаково хорошо, для этого надо перебить половину соседей. Это утопия или антиутопия, Дим? Вообще надо отметить, что если брать классические утопии, то они сами по себе достаточно мрачны. Любая утопия, ну и классические, безусловно, утопии, и, собственно, утопия Томаса Мора и Томаса Кампанелла «Город солнца», написанная сто лет спустя, это вещи, которые описывают общество, в принципе, тоталитарное, в котором отсутствует личный пространство. Потому что счастье можно только насильно для всех. Счастье только можно. Потому что надо всех выровнять. Уровнять, да, и тогда наступит счастье. То есть, в принципе, то, что объединяет удивительным образом мы, Замятина, например, и «Город солнца», это отсутствие какой-либо возможности вести скрыто от чужих глаз личную жизнь. У Кампанелла, между прочим, точно так же, как и у Замятина, на свидание романтически с женщинами нужно записываться заранее, получать одобрение руководящих органов. Ты знаешь, иногда это хорошее предохранение. Пока они там рассмотрят, пока там что-то... Да ты все уже и отпадет. Да. Но, тем не менее, возможность не санкционированного свидания, она практически во всех классических антиутопиях является триггером к тому, чтобы герой пошел против системы. И приводит к бунту, и в некоторых случаях катастрофе. Но мы, Замятина, там главный герой, этот инженер, который строит космический корабль «Интеграл», он влюбляется, девушка соблазняет его, влюбляет его в себя, который является членом этого сопротивления и так далее. В 1984 у Орвелла такая же совершенно история, через запретную влюбленность, через непредполагаемую встречу, когда ты вдруг видишь, что женщина это не просто член этого комсомола, а женщина, которая тебя втягивает, очаровывает, соблазняет, и ты начинаешь... Тебе начинает не хватать той степени свободы, которая система дает, она тебе не разрешает заводить какие-то отношения, прятаться ради чего-либо. И, кстати, очень интересно, как, собственно, у Орвелла, точно так же, как у Замятина, вот эта схема применена, герой покорный и лояльный член системы влюбляется в девушку, в которой вдруг он начинает видеть нечто большее, чем другой такой же винт в этой системе. Она его в обеих книгах отводит в некий старый дом, в случае с Орвеллом это антикварная лавка, в случае с Замятиным это древний дом, который тоже вроде музея, чтобы показать быт людей, каким он был однажды. И вот, заметен, мы у нас тоже есть, да. И тогда, ностальгируя по той свободе, которая однажды была у людей, герой начинает сомневаться в системе. Вообще, то есть, сейчас только, чтобы закончить мысль, то есть начать с того, что утопии сами по себе, классические утопии, которые дали название, собственно, жанра и стали определяющими для него, они уже для нас довольно жутковаты, хотя мы с вами, в принципе, в одной такой утопии проживали некоторое время. А с другой стороны, надо понимать, что у любой утопии непременно есть задворки, да, есть фасад, а есть оборотная сторона. У Мора в утопии есть уголовники, и уголовники занимаются самым грязным, каторжным трудом, обеспечивая функционирование этого сияющего со стороны, с фасада государства. Это ровно, ну, сталинская модель. Когда у тебя есть фасад некий, мир счастливых рабочих и крестьян, есть огромная сеть гулага по всей стране, где люди каторжным трудом обеспечивают, ну, не знаю, там, существование, там, ресурсной части экономики, например, осваивают. Как и с шаламовым, там, запасы золота. Далеко ходить не надо. В Древней Греции, знаете, была такая утопическая теория о том, что в недалеком будущем все люди будут свободны и равны, и у каждого будет не менее пяти рабов. Вот это настоящий утопий. Это иллюстрация к тому, что ты сказал. Виталий. А тебе не надо работающего. Работает, да. Добрый вечер. Я так понимаю, что это в формате вопросов и ответов, да, или как мы, да? Но неважно, если уж дискуссия, я просто, поскольку журнал исторический, я хочу сюда еще немножко истории. Вот Дмитрий только что сказал, что у любой утопии или антиутопии есть задворки, но у любой антиутопии и у леутопии есть история. Она, вы, описывая будущее, любой утопии или антиутопии всегда исторично. Потому что у писателя, я понимаю, нет другого опыта. Да, он всегда, да, и вы всегда, все равно в будущее, всегда переносите ваш собственный опыт или опыт человечества прошлый. А он ужасен, поэтому ужасное будущее. С одной стороны. С другой стороны, Замятин явно совершенно делал аллюзию на советские попытки, ранние советские попытки сконструировать идеальное государство, да, где он самый драматичный момент, там, обезличивание, лишение права на, собственно, какую-то частную свободу и так далее, проецировал на будущее, доводя до абсолюта. И Оруэлл, будучи офицером разведки, как мы знаем, британской, точно так же описывал, собственно, Советский Союз, известный ему, да, достаточно прозрачно. Там и Троцкого, и Сталина, ну, с небольшой поправкой на тех технологий, о которых он додумал. И именно, то есть, с одной стороны, не хотелось бы, там, и мне, там, как писателю, и любому писателю, быть слишком сиюминутным, да, чтобы работа не превращалась в памфлет. С другой стороны, без определенного количества четких, реальных, происходящих, исторических или современных тебе каких-то аспектов, ты не получишь настоящую живую вещь. Потому что, например, в такой классической антиутопии у Войновича, там, да, 2042, да, ну, там, явно прочитывается весь его жизненный опыт, да, все его прошлое, а не будущее. Хотя он переносит это в будущее, и все, возможно, нас-то это и ждет. Ну, и просто, чтобы закончить количество парад утопии с антиутопической изнанкой, хотелось бы сказать, наверное, что для тех немецких рабочих, которые получали Volkswagen от Гитлера, да, и безработицу, и отсутствие инфляции, гиперинфляции, и вообще, там, бесплатные детские коляски из концлагеря Биркенау, и часы, немножко поцарапанные, которые неизвестно, кто носил до этого, они, в общем, и не задавали этих вопросов, откуда берется вот эта колясочка, кто в ней гугукал раньше, кто носил эти часы, и вполне они были довольны утопической своей частью этой жизни, да. И вот это умение закрывать глаза или абстрагироваться, не думать о том, что за утопию надо платить, оно вообще людям свойственно. И вот об этом можно тоже, в принципе, отдельно разговаривать. То есть мы с вами хотим сконцентрироваться на утопической части всегда, да. Например, там, один, допустим, какой-то абстрактный полуостров становится нашим. А на антитопической... Кольский. Кольский полуостров, наконец. Нет, он становится островом, главное. А как за это приходится расплачиваться, антитопический, да, мы об этом предпочитаем не думать. Я думаю, что мы можем говорить долго, потому что мы это в курилках обсуждаем, и когда Дмитрий приходит на эхо, мы там это все дискутируем, но желательно, конечно, разбавить наши взгляды вашими вопросами. Есть вопросы уже готовы какие-то в зале? Если нет, мы перейдем к под... А я нет, я первый вопрос задам, я вот хочу какой вопрос задать. Алексей Алексеевич сказал, что вот интересно читать, как в антиутопиях воплотились, вернее, как сами книги потом воплощаются в жизнь. А вот как вы думаете, и понятно, что нашему поколению вот интересно читать, как написал в 84, потом, значит, как это все воплотилось. Но мы заметили, что классические антиутопии пользуются огромным успехом у нашей молодежи. У нас среди самых читаемых книг за десятилетия 1984 Оруэлла, Хаксли и как раз 451 градус по Фаренгейту. Вот скажите, как вы думаете, почему молодежь к этому жанру, что ее здесь привлекает? Ну, я думаю, что сейчас скажу страшную вещь, социологически показано, что к суициду расположены подростки и юноши, и девушки к суициду. Это социальный суицид, собственно говоря, это некое, на мой взгляд, это некое обобщение, вот эти антиутопии, поместить в себя. Когда человек читает книгу, что он делает? Ну, я имею в виду, когда он вдумчиво читает книгу. Он невольно помещает себя внутрь и применяет на себя одежду какого-нибудь героя или судьбу. Где бы я был в 1984? Что бы я делал в детях Капитана Гранта? Ну, для Дымарского там ближе, где бы я был в сказке «Колобок», но это тоже сложный, я бы сказал, вопрос на самом деле. Поэтому, на самом деле, мне кажется, что это правда, мы тоже обращаем внимание. Это вообще тоже антиутопия. Конечно, антиутопия, конечно, все кончилось плохо. Для всех причем, начиная с лисы, которая отравилась там потом. Это как у Андрея Бильжо в последнем номере «Колобок» говорит. «Женишь ли я на пицце, я навалю в Италию». Да. Ну вот, значит, мне просто кажется, что вот такая подростковая, она бывает и у взрослых людей, такая радикальная подростковая, подростковый выбор, я бы сказал. Знаете, у меня тут недавно, недавно, вчера состоялась переписка с основателем Телеграма Павлом Дуровым, и я его там спрашиваю, что тебе важнее, там, процесс или результат. Мне интересно, как человек, который создает вот такой новый мир, который создал там ВКонтакте, который создал Телеграм, мне просто интересно, а он сидит где-то там в Финляндии, где-то мы переписываемся, мы общаемся. И он мне написал, мне, конечно, важнее процесс, результат у нас у всех один. Так, в общем, 30 лет парню, но, может быть, это именно его подростковое восприятие позволило ему создавать новый мир. Да, но вот мне кажется, что подростки свойственны к такому мрачному видению, не солнечному, не уставшему, что ли, слишком четкому, слишком яркому, слишком двуцветному. Я не знаю, Дим, ты что. Мне кажется, это то же самое, что молодежь, наверное, скорее, а не среднее и старшее поколение, которое предпочитает фильмы ужасов. Нет, нет, у меня другое объяснение совершенно. Я, поскольку, ну, немножко раньше, меньше времени отделяет меня от этого возраста, я еще кое-что помню. Мне кажется, что все дело в бунте, на самом деле. Потому что любая антиутопия, так или иначе, она связана с удавшимся или чаще неудавшимся бунтом против системы. И с этой системой, совершенно очевидно, любой подросток, во-первых, отождествует, ну, гнет родителей, которые ему массой не позволяют, да, например, гулять допоздна, приходить домой пьяным, оставаться дома у непонятного, значит, человека из Братской Республики. Ну, вообще, в принципе. То есть есть масса запретов, да, и эти запреты связаны, прежде всего, с безопасностью человека, но подросток это, безусловно, воспринимает как прямое и жесткое покушение на свою свободу, в которой он только-только начал быть какой-то смысл. И он это проецирует, вот популярность, высокая популярность субжанра, так называемой янг-адал-дистопия, вот, антиутопия для молодых, взрослых, да, для подростков. Пример, вот, стоящий вот здесь, бегущий там в лабиринте, в той или иной степени, ну, например, «Голодные игры». Есть чудовищная, несправедливая, придуманная, конечно же, взрослыми, система, которая подавляет любого человека, в особенности молодого человека. И есть молодой герой, который решает против этой системы взбунтоваться. Взрослые все в этот мир уже встроены, да, они уже свои позиции в этом мире нашли. Не всех, конечно, эти позиции оказались удачными, у некоторых там это на четвереньках, и у многих довольно. А дети там, вырастая, с этим своим свойственным максимализмом, не хотят, ну, во-первых, лень встраиваться, строить карьеру десятилетиями, они хотят просто сломать эту систему, вынести ее, и устроить какой-то новый, чуть дивный, прекрасный мир, подходящий для себя и по своим собственным правилам, да. Просто потому что встраивать систему это долго, это трудозатратно, и вообще она устроена по-идиотски, зачем. Поэтому проще ее, конечно, раскурочить. И мне кажется, что увлечение подростков антиутопиями, классическими, социальными антиутопиями, да, оно связано именно прежде всего с тем, что они видят здесь себя. Есть дурацкая, придуманная взрослыми система. Система государства, система воспитания, образования, карьера мучительная и неудающая, если гарантированно, у всех, попытки навязать тебе какое-то мировосприятие, модель успеха, общество потребления и так далее. Зачем? Это все неправильно. Отсюда подростковый анархизм, там, панки и так далее. Отсюда подростковое увлечение любыми экстремистскими идеологиями, потому что они предлагают упрощенную, да, альтернативу, очень черно-белую альтернативу, будь это национал-социализм, будь это коммунизм. Любые идеологии, они, в принципе, как прокрустного ложа, должны обязательно либо ноги, либо голову, в общем, человеку отрезать. И только дойдя до определенной точки в жизни, ты понимаешь, что, ну, никакая идеология, в принципе, не способна жизнь во всем, во всей ее сложности, многообразии, исчерпывающе объяснить. Это неизбежное упрощение. Но когда ты подросток, ты еще не столкнулся с этим огромным количеством противоречий. Ты не понимаешь, что ты не можешь жизнь уложить в одну формулу. Тебе кажется, что жизнь может быть уложена в одну формулу, и больше того есть формулы, которые предпишут идеальную жизнь. Надо просто взять, там, не знаю, в руки камень, палку, взломать, там, не знаю, какой-нибудь сайт и так далее, и все сразу закрутится. Из-за чего часто очень этими подростками, либо экстремисты, либо спецслужбы прекрасно манипулируют. Но истоки популярности, повторюсь, закругляю весь этот бесконечный треп, истоки популярности антиутопии у подростков, мне кажется, связаны именно с желанием бунта против идиотской системы, которую придумали взрослые. И для этого посмотреть на идиотскую систему, как на выжиле. Да, а у них еще были деской системы, но они бунтуют, и вот некоторые побеждают. Ну, в подростковых антиутопиях они побеждают, во взрослых антиутопиях они проигрывают, потому что взрослые антиутопии пишут взрослые умные люди. Ну, вот у нас очень разновозрастная аудитория. А давайте ее спросим, кто любит читать романы антиутопии? У кого они среди любимых книг? Поднимите руки. Нет, вот я не люблю романы антиутопии. Одна среди вас, наверное. Со мной кто-то есть, кто не любит? Нет, нет, я одна осталась. Ну, значит, вот так. Тогда, пожалуйста, вопросы. Добрый вечер, я не устраив никого, и у меня такой вопрос. А почему люди перестали читать утопии именно? Просто скучно или есть какие-то иные решения? А я очень скучно, конечно. Потому что утопия, сейчас я Алексей Алексеевич передам, потому что это просто дидактика скучная, это заунывная педагогика. Вот так правильно, и все. Антиутопия — это всегда приключение, это всегда драма, и это всегда беготня, и страсти, и... Ну, иначе, как бы, понимаете, да? Борьба. Люди же, человек размножается через борьбу, и существует сужение через борьбу. Владимир Владимирович, кстати, сказал, что счастье из движения к цели через сопротивление. Слушайте, это как хорошая диссертация, и вовремя вернул. Потом они знают, что утопия — это утопия, антиутопия сбываются. Вы знаете, утопии же были популярны. Я даже не могу вам сказать, когда утопии были популярны. Вот популярны, популярны. Потому что если мы говорим о утопиях, которые писались в Средневековье, то их читал узкий круг властителей. Потому что были грамотные. Если говорить об утопии, скажем, ну, собственно говоря, Октябрьская революция — это силовая попытка создать утопический мир. Это от очень тяжелой жизни. Так же, как в Кампучии. Это от очень тяжелой жизни, от безвыходной жизни. Мне кажется, что современный мир, имея в виду плюс виртуальный мир, который часть современного, дает возможность бежать от там, где эта жизнь невозможная, там, где эта жизнь кажется безвыходной, я открыл гаджет, и я выходный. Я побеждаю в компьютерных играх. Я играю в каких-то международных... Я спросил свой сын, сейчас говорю. Играю в каких-то международных командах и побеждаю где-то там. То есть у меня есть выход. А утопии были популярны, когда выхода не было. Я не говорю сейчас о том, что это настоящий выход, но все не настоящий выход. Все не полный выход. Но мне кажется, моя точка зрения, что там, где есть дополнительный выход, там утопия, и тут я присоединяюсь к ним, Она становится менее интересной, она пресной становится. Если мы говорим о Стругацких, давайте вспомним их утопию «Полдень-22 век». 22 век, да? Это же теплая водичка. Нажал кнопку – упала еда. Нажал кнопку – стал летчиком-профессионалом. Нажал кнопку – полетел на Луну. Все, что хочешь. Все, что хочешь. Неинтересно. Какие друзья? Пожалуйста. Пожалуйста. Вспомним Стругацких стажеров. Вспомним Стругацких. Читается с интересом, но это утопия. Вспомним с самого начала. Вспомним, не знаю, «Ку солнечном горе». Я читал с интересом. Правда, я читал с интересом и на Луне, и в «Солнечном городе». Или даже, что там было первое? В «Цветочном городе». Тоже интересно. Нет, это не столь однозначно, как вы излагаете. Вот только это с интересом, и если немножечко сосредоточиться, я думаю, можно вспомнить что-то и у Стругацких. Это скорее реплика. А вы не противоречите нисполько, потому что, я думаю, что здесь многие читали Стругацких, и если вы же говорите о стажерах, в чем я с вами абсолютно согласен, то при чем тут утопия? Это, извините меня, как раз выход из утопического государства, там, где борьба, там, там, где гибнут друзья, это как раз не полдень, 21 век, где по кнопочке падает еда. Это как раз из утопического государства уход, извините меня, пожалуйста, как там на Дикий Запад для сравнения. Конечно, интересно читается. Конечно, приключенческой ветра, и мне интересно, я думаю, сейчас бы я интересно, и помещал бы себя как вальчишка с теми, кто полетел, а не с теми, кто остался на земле в утопическом государстве. Это как раз, на мой взгляд, борьба с утопией. Поэтому я с вами абсолютно согласен, у нас нет никакого противоречия. Просто на самом деле есть люди, наверное, которым интересно было бы жить в городе Солнце Томмазо Кампанело и сейчас, особенно если наверху, там, да, когда у вас там все эти, там, внизу, там, да, это тоже утопическая вещь. Нет, мы говорим о том, что нынешний мир, он более, мне кажется, что он, давайте я совсем скажу грубо, не политкорректно, не люблю политкорректность. Вот, как сейчас принято политкорректно говорит, человек с ограниченными возможностями, инвалид, грубо говоря, представляете себе, да, что такое их возможности были во всем мире, даже не в Советском Союзе, во всем мире 60 лет назад, я балды взял 60 лет назад, ну, в 55-м году, в год моего рождения. Вот какие были возможности у человека себя реализовать в инвалидном кресле? У нас, чуть побольше там, и какие возможности сейчас? Просто возможности. Да, да, просто возможности. И тогда ему не надо себя представлять борцом, человеком с руками, с победителем на боксерском ринге, он победитель здесь может быть. У него есть такие возможности. А 60 лет назад их таких не было. 60 лет назад он мог только мечтать и читать утопические романы о том, как у людей можно выращивать конечности, да, о том, как человек, как Илья Муромец, 30 лет лежал на печи, встал и пошел. Сколько таких людей, сколько таких детей видела себя Ильей Муромцем? Сколько? Это было утопическое сказание. Сейчас, да, важно. Не обязательно. Себя можно реализовать по-другому. Это не значит, что все себя реализуют, но возможности есть. Поэтому, и возвращаясь к вашему вопросу, поэтому такие вот утопические вещи, ну, Илья Муромцем, ну, ну, лежал, ну, встал, ну, пошел. Ну, вот. Добрый вечер. Хотелось в контексте разговора об антиутопиях уточнить. Вот в последней, по времени выхода книги Дмитрия, была одна довольно страшная сцена, где голодающие люди просили еды, им говорили, чтобы они разошлись с несанкционированного митинга. Ну, примерно так. И сейчас много политологов говорят о том, что рано или поздно телевизор будет побежден пустеющим холодильником. Как вам кажется, это примерно вот так не может закончиться? Ну, вы знаете, создание как бы Национальной Гвардии, спешно переименованной, значит, Росгвардией, да, или там, в общем, так или иначе, мне кажется, это явно подготовка к таким сценариям. Там, ну, немножко на два шага вперед думает наше любимое руководство, да? Да, да, да. И они вот ровно после разговора, после эфира на эхе, они переименовали Национальную Гвардию, ну, конечно, не за нас, да? Это мы не знаем. Ну, в общем, конечно, я думаю, что к этому сценарию подготовка ведется, на всякий случай, да, потому что этот русский народ, он вроде сидит, сидит, там лежит, лежит на печи, потом раз, и все в кровище, и никто не понимает, что случилось. Вот у Олега Кашина есть, там, он любит такие случаи, когда шел по улице человек, потом взял там шило и натыкал в другом человеке 28 дырок, а потом еще сходил домой за топором, пришел другому голову. Это такие вполне национальные в нашем духе вещи. И, ну, совершенно без мотивации. А уж если есть повод, там, жрать нечего, например, да, мне кажется, что всякое может стрястись. И, опять же, этим чудесные зефирные опросы в ЦИОМа, по которым все хорошо, все за, все улыбаются и шагают строем, видимо, есть какие-то альтернативные опросы, потому что если бы не было альтернативных опросов, не было бы необходимости подчинять 400 тысяч вооруженных человек лично президенту, которого это напрямую касается, да? Вот, видимо, не доверяя вообще уже никому, просто чтобы я захотел, вот они взяли, значит, и вышли на улице под ружьем. Ну, то есть, мне очень хочется верить, что все это, ну, говоря о «Метро-2035», извините, за минуту самореклама, это книга, которая суммирует немного нашу с вами жизнь за последние 100 лет. Начиная от, ну, так, метафорически, скажем так, начиная от жизни в царской России, через Советский Союз и к нынешним временам, да? И, с одной стороны, национальная наша вот эта готовность отказаться от личной свободы ради великих достижений там государства и общности нашей. И необходимость во враге внешнем и неумение жить без внешнего врага, который мы могли бы себя противопоставить, чтобы обрести какой-то смысл жизни. И готовность наша верить приятной лжи в большей степени, чем неприятной правде. И наша вот эта падкость на самую такую, ну, грубую пропаганду, да? А с другой стороны, это в этом ничего уникального и нет. Потому что здесь масса режимов в Латинской Америке, которые так процветают за счет тех же приемов, изученных людьми, где здесь находится этот Китай-город, там, значит, вот оттуда, со старой площади. И в нацистской Германии эти промо-методы были опробованы, и все работает. Вот, поэтому мне хотелось просто суммировать и показать, что вот наше сидение тысячелетнее под землей, в метро, а до того, как у Кустурицы, просто в подземелье, да, оно должно в какой-то момент прерваться. То есть люди должны понять, что есть мир за пределами. И когда даже пытаются тебе сказать, что никакого мир за пределами нет, это не так. Можно просто подняться наверх. Я хочу сказать, что вот иногда за такими стаканами на с другой жидкостью, когда ты дискутируешь с людьми, принимающими решения, если вы спрашиваете про них, сейчас вынесем президента за скобки, потому что таких разговоров у меня с президентом не было, он с его людьми было. Знаете, какая любимая тема последних нескольких лет в дискуссии, это тема справедливости. Что есть справедливость? Вечная тема. И на самом первом уровне, это, кстати, касается утопий, вот как только ставишь вопрос, что справедливо, справедливо, нечестно, а справедливо, всем поровну или каждому по заслугам? И дальше люди начинают растекаться. Но такой простенький вопрос, если вы сейчас спросите себя, вот спросите себя, вы поймете, что нет однозначного ответа. Возвращаясь к вопросу, если каждому сколько он наработал, сколько он смог наработать, я сразу приведу пример опять инвалидов. Мы рождаемся с неравными способностями. А если всем поровну, то что тогда ломаться, если всем и так поровну, чего тогда совершать? То есть нет ответа, понимаете? Возвращаясь к вашему вопросу, эта история опять-таки, скажем, с тем же Крымом. Когда обсуждаешь с людьми, которые участвовали в принятии этого решения, участвовали непосредственно, и они говорят там, типа, ну ты понимаешь, что справедливо, что Крым российский. Вот справедливо. Слово «справедливо» не кодифицируется, да? Это же утопия, да, мы хотели бы. Значит, если ты отвечаешь им так, да, наверное, это справедливо, но забрали-то его несправедливо, нечестно, и начинают высекаться искры. «А какая справедливость справедливее?», а ответ это опять нет. А ответ это вот как начинаешь себе, там один уже дома начинаешь думать над этим, и это вроде, так вроде и так далее. Поэтому, собственно говоря, утопии, да, это стремление к справедливости, которая, на мой взгляд, которая недостижима. Анти-утопия — это взрыв справедливости искусственной через несправедливость. И каждый человек, вы знаете, вот каждый человек, я общаюсь с огромным количеством людей, там, индивидуально, которых вы видите по телевизору, естественно, вы знаете, у них у всех, они все индивидуальные, У них у всех свое понимание. Кто-то начинает разминать справедливость, несправедливость. Что делает утопия или антиутопия? Она выстраивает и выравнивает. И мы видим толпу и массу. И мы видим бессмысленность этих историй. Поэтому ответа нет. Или вернее у каждого из вас отдельный ответ в каждую единицу времени. То, что вам сегодня кажется справедливым, завтра точно вам покажется несправедливым. Я думаю, что каждый в своей жизни такие случаи найдет. Поэтому утопия – это литературный и антиутопия. Это литературный прием, это нарисованный мир. Но при этом, к сожалению, две самые крутые, не считая Дмитрия, российские. 2042, они сбываются на наших глазах. И станите. Мама родная, я же это уже читал. Это как у меня со строга. Знаете, когда Александр Савич Солженицын, уважаемый, сюда вернулся. Вы помните, как он возвращался? Ну не на коне, но на поезде. Но я был среди тех, кто его встречал. Понимаете? Я в этой толпе бешеный был такой же бешеный. Мне казалось, это восстановление справедливости. И я не видел, что вся эта история путешествия с Дальнего Востока, проезд через всю Россию, это выстроенный замечательный театр, равный белому коню, уже описанному до этого. Войнович. Я сейчас это догадался. Каким образом он это описал? И продолжает все сбываться. Роль церкви. Помните, да? Ну вот, отец Звездоний. Ну все, вот они на телевизоре. Почему? Как? От чего? Поэтому относиться к этому только как к литературе я бы не стал. Вот все-таки у них вот здесь вот что-то есть, наверное. Чего нам не дано? Я бы к ним прислушивался. Я хотел бы еще развернуться к вопросу, что антиутопии особенно популярны среди молодежи или молодого поколения. А откуда берут молодые люди тогда свои утопии, если смотреть все-таки, что интернет, все научно-технические новшества определяются молодыми людьми, да? То есть это не люди 40+, а уже там 20-25. Это же невозможно построить без какой-то утопии в голове тоже, какой-то идеи утопии. Или уже в самой каждой антиутопии тоже зарождается утопия. Это все происходит, мне кажется, произрастает из тех же самых семян и корней. Происходит тут недовольство тем, как устроено общество, да? Бунт там Сноудена против АНБ. Попытка Дурова наделить ВКонтакте миссией Телеграм, который он создает прямо с миссией определенной, да? Знаете, есть мода у всяких деньговысасывающих корпораций притворить, что у них есть какая-то миссия. Их там маркетологи этому учат. Но у Дурова прямо, то есть я с ним тоже несколько раз общался лично, он прямо для него это определяющий фактор какой-то. Он хочет, чтобы его продукты меняли в определенной степени мир. Это очень идеологизированный человек, либертарианец и так далее, да? То есть, ну, допустим, он как философ не очень подкован, но, безусловно, он делает это ради чего-то. Не просто ради того, чтобы зарабатывать денег, да? Потому что, видимо, то, что у него есть, ему вполне достаточно для счастья. Он хочет менять мир. И много людей, приходящих... Цукерберг тот же самый. И, кстати, у него вот Facebook — это отдельная тема. Цукерберга не раз упрекали за излишнюю прозрачность. За то, что все твои переписочки с девочками, они твоей жене прекрасно видны. Да, потому что люди, когда ты переписываешься, они в топе возникают. Она говорит, а это кто? А ты говоришь, ну, это по работе. Вот, например. Ну и вообще, и Цукербергу этот вопрос не раз задавали. А зачем вы делаете это настолько прозрачным? Почему одного человека, а другой человек может по Facebook запалить? Это же нарушает право на частную жизнь. А что Цукерберг в то время еще 25-летний сказал, тот, у кого чисто совесть, тому нечего скрывать. Но это Цукерберг сказал 25-летний, да? Несчастный идеалист, сука. А когда он к 35 годам столкнется уже с тем, что, значит, жена его делает, так сказать, главной мозг, что он завелся роман на стороне, вот это все. Он поймет, что он немножко заблуждался, да? По поводу своих мнений более максималистских и юношек, потому что можно и нельзя. Он поймет, зачем человеку нужна privacy. Почему люди, не моногамные по своей природе, в принципе, так оберегают, американцев особенностей, так оберегают свою частную личную жизнь от чужих глаз? А большинству совершенно нечего прятать от закона, да? Кроме, может быть, одного за 10 лет романа на стороне. И тем не менее, они к этому очень бережно относятся. А Цукерберг пока этого не понял. И вот он строит утопическое счастливое общество, где нет места злу, где все радостно улыбаются, где грустный смайлик был введен только через 10 лет после существования сети. А до этого можно было только говорить, ай, как все здорово. То есть он строит совершенную утопию. У него миссия построить новый мир, новый формат для существования, новый фреймворк для существования общества, да? А потом общество, ну, как бы, природу человеческой он не может поменять все равно, потому что человек остается тем же самым пещерным обитателем, которым был. Цивилизация существует 10 тысяч лет, человек как вид миллион, за этот процент существования цивилизации, конечно, мы не можем перебороть определяющие нас животные, пещерные инстинкты и рефлексы. И вот попытка создать утопию в сети оборачивается тем, что ему приходится все это отрихтовывать под реальность. А вот утопия, если мы говорим о социальных сетях или о девайсах, это вообще утопия или нет? Мне кажется, что утопия – это только другое или не другое, какое-то идеальное социальное устройство, общественное устройство. Потому что, если говорить о девайсах новых, да, или о социальной сети, то, в конце концов, тогда Жюль Верн тоже там утопия рисовал, да? А я думаю, что нет. Мне кажется, это скорее какие-то на уровне фантастики, да, придумывание каких-то новых, еще раз скажу, девайсов. Все-таки утопия, я еще раз повторю, это общественное устройство. Это другая социальная система. Демарский думает, что выучил слово девайс, он забыл о колобке. Нет, ты остался на той же… Я просто хочу сказать, что смотрите, про социальные… Я очень много сейчас думаю про социальные сети и занимаюсь ими. Вы представьте, у вас, наверняка, у большинства из вас есть какие-то аккаунты, да? Вы же там создаете свой утопический мир. Извините, только уже не общественный, а индивидуальный. Вы придумываете себе часто там свою биографию, иногда свой внешний вид. Вы придумываете свои связи с известными людьми, или с людьми, с которыми вы хотите иметь какие-то знакомства. И те люди, которые заходят в ваши аккаунты, ваши друзья или фолловеры, они видят не вас, а тех, кого вы придумали, и ту жизнь, которую вы придумали для себя. Условно говоря, вы не пишете там о своей болезни. Вы пишете, что вы красивый и здоровый, и люди, с которыми с вами общаются, красивый и здоровый. А вы так ведете, а я вчера катался на лыжах, да, там и поставил мировой рекорд, что нет. Да в любой области, да. Поэтому социальные, это я возражаю Виталию, поэтому на мой взгляд, как мне сейчас кажется, социальная сеть – это абсолютно индивидуальный утопический мир. Даже когда вы это делаете несознательно, даже когда я это делаю, когда я говорю «вы», я говорю «мы», да, несознательно. Это не тот Венедиктов, который вы видите перед собой, не тот Венедиктов, который знает моя семья или мои слушатели. Конечно, я в социальных сетях, в Инстаграме и в Твиттере сотворил себя другого. И те люди, которые меня знают только там, то мое комьюнити, а у меня большое там комьюнити. Да, у меня там 17 тысяч в Инстаграме и 600 тысяч в Твиттере, да, они знают меня нарисованного, такого, как я себе нарисовал, себя. Думаю об этом или нет. Поэтому это новый этап утопии, на мой взгляд, абсолютно, для наших близких или дальних, которых мы не знаем. Поэтому я с тобой не согласен. Это не обязательно общественное, это может быть индивидуальная утопия, и мы строим этот мир. Я в продолжении хотел сказать, что дело не в девайсах, а дело именно в попытке структурировать человеческое общение. Он пытается, Сукерберг пытается, и Дуров пытается создать новую структуру общества, отнести куда-то в какие-то группы твоих друзей, регламентировать больше того, что меня дико бесит в Фейсбуке, то, что ты будешь видеть, за тебя они сейчас решат. Чьи сообщения, новости, переживания ты будешь видеть, а чьи ты видеть не будешь. Если ты неделю не полайкал определенного своего друга, например, потому что в сеть не заходил, тебе больше не предложат его, за тебя алгоритмы, это уже начинается реальная антиутопия, когда за тебя машина на основании каких-то формул математических, которые там справедливы для большинства, но несправедливы во всех частных случаях, она будет для тебя, за тебя решать, как и с кем ты будешь общаться. Это когда они решили отсеивать и фильтровать, отфильтровать негативные новости, например. То есть, чтобы сделать тебя якобы счастливей, но тем самым лишая тебя реальной картины мира. Ну, чем это лучше, там, политики Первого канала, которые за тебя решают, из чего твой мир будет состоять. Вот это есть в нашем мире, а вот это в нашем мире нет. Вот в нашей счастливой утопии, в нашей новой опричной империи, вот это бывает, а вот это не бывает. Вот это произошло, а это сегодня не было. И руководствуясь другими соображениями, пытаясь якобы там, или не якобы, но это человек, который пытается стать счастливым в обществе, но только он про людей, про общество еще ничего не понял. Ну, начать с того, что он сам, видимо, достаточно, как-то по-русски-то сказать, зашоренный человек. Я думаю, что он не очень социально успешен, что его исподвигло Цукерберг к формированию этой сети, как мы знаем из фильма Дэвида Финчера, он пытался с девочками познакомиться таким способом. То есть человек, который не обладает какими-то социальными навыками, может быть, вообще он даже не вполне полноценен с точки зрения этих социальных навыков, он не понимает, ни у него, может, эмпатии нет, он не умеет общаться с людьми. И этот человек, опираясь на опыт айтишников и инженеров, начинает каким-то образом регламентировать наши, что-то он понял, потому что социальные сети адективны, то есть мы к ним привязываемся, какие-то психологические механизмы были угаданы, но какие-то вещи он за нас понял неправильно, а какие-то вещи он начинает нас вообще-то формировать. То есть, начиная это все как, в принципе, небескорыстный к тому же, потому что мы платим, просматриваем рекламу, эксперимент социальный, исходя из своих собственных убеждений, взглядов о том, как правильно было бы устроить общество, он начинает реально формировать социальные привычки целого поколения. Двух поколений. Сколько там, полтора миллиарда пользователей в Фейсбуке во всем мире? То есть влияние этого человека на наши привычки социальные, на наши умения социальные, оно гигантское. Я не знаю, сколько там, вот тема для диссертации, на самом деле. И мы это до сих пор не поняли. И можем ли мы себя вот так взять и вверить этому человеку, не ясно. Но те бонусы, которые предлагают, это социальное поглаживание, оценка, самооценка. Прежде всего, это вопрос самооценки, конечно, решается, да? Потому что ты делишься новостями, собираешь лайки, у тебя улучшается настроение, потом ты почитал немного либеральный пресс, у тебя ухудшилось настроение, потом ты почитал немного православно-патриотического, и у тебя там появилось желание кому-нибудь набить морду, и вот как-то так. Ну ладно, в общем, не знаю, чем. Спасибо. Меня зовут Людмила, у меня вопросы к Алексею и Дмитрию. А в чем особенность, характеристика, фокус мышления человека, который пишет антиутопию? Что такая за хитрость взгляда на мир? Что вычленяется именно вот этот аспект, выносится, и почему-то внутри какой-то огонь горит, который нужно, в общем-то, реализовать? Вообще, я довольно позитивный человек в жизни-то, понимаете? То есть всю свою негативную, какую-то мрачную сторону я как раз вымещаю в свои вот эти сомнительные книги. Но при этом мне интересно вот именно пытаться угадывать. Опять же, я ничего мистического в этой своей способности не вижу. То есть я очень интересуюсь тем, что происходит в жизни и в обществе. Меня очень интересует взаимоотношение народа и власти. Очень. И при этом они меня интересуют как наблюдателя. То есть я минимум теории, максимум практики. Я пытаюсь в этом разобраться, отсеять чудовищное, невероятное количество шелухи, мишуры, которые замусоривают информационное пространство, которое нужно исключительно в качестве механизмов подчинения и оглупления, оглупления с целью подчинения масс людям. И мне интересно вот здесь именно существование, принцип существования общества. Дальше я пытаюсь либо, принимая текущие какие-то тенденции за тот самый правильный вектор, спроецировать это на будущее, понять, для чего это может довести. И многие, на самом деле, антиутопии, в особенности технические антиутопии, которые влияние технологий на общество обсуждают. Все сюда весь киберпанк, например, идет. Они берут текущий тренд и доводят его до абсолюта. И социальные тоже. Ну, замятин, собственно, видит, что происходит, как Россия царская превращается в новый какой-то невиданный Советский Союз, и в 20-х годах там пишет «мы». Или Орл разбирается в том, что кроется за радужным таким плакатным фасадом Советского Союза и пишет «1984», перенося это на свою родную почву. То есть здесь есть попытка оттолкнуться от реалий и именно спроецировать их. Для меня это интересно именно как какой-то социологический, аналитический опыт. Я поэтому не считаю себя ни оракулом, ни пророком. А те случаи, когда мне удается угадывать, а у меня их довольно много, у меня есть книжка «Рассказы о родине», и там угадан, например, случай, когда Медведев с Путиным ныряют с эквалангами. Описано за два года до этого. Увольнение Суркова, которого покинуло вдохновение, описано за год до увольнения. У меня там есть сюжет про то, как башни Кремля оказываются вкопанными инопланетными кораблями, потому что нас колонизировали когда-то давно. Но только этим можно объяснить, это равнодушие чиновников к народу, потому что, в принципе, это какая-то туземная просто раса под ногами копошица, а у них здесь недалеко потерпел их флот крушения, и они вот вкопали башни, замаскировали их. А потом они при помощи коррупции собрали необходимые средства для починки и улетают. А вы не читали, что ли? Ну вот, после того, как я это написал, патриарх Кирилл сказал, что хочет полететь в космос. А там у меня есть сцена, где идет дым от колокольни Ивана Великого, потому что они прогревают ее там, и храм Христа Спасителя тоже так уже начали парить. А эти из созвездия Южного Креста, а эти из Большой Медведица, там две. Одни за души, а другие за материальные ресурсы. Ну, правильно, все в метро 2035, все. Просто мне кажется, что мне удалось разобраться во всем вранье и чуть-чуть докопаться до сути этой системы, понимаете? Вот, и когда ты понимаешь, как она устроена, ну, то есть, а тебе, ну, нигде, они скажут правду. Алексей Алексеевич ему говорит правду, но он тоже вынужден одновременно пустить несколько людей, которые говорят неправду. Ну, чтобы просто, ну, иначе вообще не будет больше свободной прессы на стране. Иначе мы не встретимся. Осталось последнее на убежище. У меня еще один вопрос, если можно. У нас всего еще два вопроса, поэтому надо дать другим людям, пожалуйста. Спасибо. Скажите, пожалуйста, вот у меня такой вопрос. Помечтать о будущем и об устройстве мира и общества, есть, конечно, у всех такое желание. Часто, и тем более в юности, оно движется скорее личным бунтом против своих же личных каких-то препятствий локальных. Но, в целом, и желание все равно остается даже после преодоления этих бунтов. И есть все-таки какая-то потребность общая в этом, у всего общества. Как-то планировать свою жизнь – это нормально. Такой вопрос, что если как утопия, так и антиутопия – это некие маргинальные точки, куда не стоит заходить, как не нужно делать, если ты строишь свою и тем более общественную жизнь. Вот вы, как три известных человека, имеющие способность влиять на умы людей через журнал, через книги, через радио, через социальные сети, и в любом случае через свою известность, что бы вы ни сказали, это будет иметь какой-то вес. Даже если бы вы не строили, не призывали завтра к изменению или построению какого-то будущего, а просто выражали бы свои мысли, это все равно к этому прислушивается. Так вот, если вы на секунду, на минуту себя представите героями фильма «Пандорам», где с умирающей Земли отправляется космический корабль, и потом Земля умирает полностью, уничтожается, то есть нет никакого возврата назад. И они приземляются на планету, всего лишь полторы тысячи человек, и им, по сути, заново отстраивать все человечество с нуля. Так вот, если бы вы вдруг оказались на месте этих людей и имели некое влияние там, и, допустим, у вас не было бы возможности построить чисто тоталитарное общество под себя самого, какие хотя бы рэперные точки, маяки вы бы выстроили? Я бы построил тоталитарное общество, конечно. Я думаю, что те, кто меня знает, ну само собой, на самом деле. Нет, да, нет. История заключается в том, что, я не знаю, как мои коллеги, я давно руководствуюсь чувством понимаемой в каждый отдельный момент справедливости. Поэтому я не знаю, какое чувство справедливости будет у меня, когда в вашей ситуации я бы оказался. Я не знаю, что бы я тогда считал справедливым, слишком много факторов. Может быть, я бы счел, что для того, чтобы выжить там, нужно строить тоталитарное общество, потому что я самый умный, самый опытный, и нет времени на дискуссии. Цитата от Владимира Владимировича. Не надо дискутировать, очень долго уходит на дискуссии, а у нас кругом угрозы. То есть, если так посчитать рационально, то можно представить себе, что это эффективно. А что я хочу, справедливости или эффективности? Следующая развилка. И в какой момент я буду считать, что эффективность важнее или справедливость важнее? Нет ответа? Я думаю, понимаете, в чем дело. Виндикт очень правильно с одной стороны сказал. Действительно, вот это взаимоотношение между социальной справедливостью и эффективностью, экономической, в общем, на этом строится жизнь сегодня тех стран, которые мы называем цивилизованными, демократическими и так далее. Нарушается понимание общественным, некоим, общем, социальная справедливость. И, я сейчас очень схематично говорю, в Франции приходят к власти социалисты, а левые. Потом они начинают проводить свое понимание социальной справедливости, начинает экономика сразу хромать, приходят правые, грубо, опять же, и начинают заниматься экономической эффективностью и наплевать им на всякую социальную справедливость. Так строится мир, строил бы я такой же мир там, на той планете, о которой вы говорите? Наверное, нет. Я, наверное, по своему характеру, я бы посмотрел, что построил Венедиктов, и потом начал бы это исправлять. Вы знаете, это, конечно, возвращает нас к дискуссии о том, готов ли русский народ к демократии. То есть у нас вот эта страна, Пандорум этот у нас здесь был устроен 20-м лет назад, в 91-м году, 25 лет назад, и мы опять что-то построили не то. Ну, то есть начинали вроде строить то, собирались строить то, но получилось, как всегда, по какой-то причине. А когда случайно, поскольку не было ни одной доминирующей, потому что не было правильных людей, которые могли бы считать голоса, случайно посчитали честно, получилось, что Жириновский побеждает. Ну, то есть это говорит ли это о том, что мы, в принципе, к демократии не готовы, не приспособлены генетически как-то? Но мне кажется, нет. Потому что когда ты берешь людей и тысячу лет подряд оболваниваешь их, погружая их в какую-то воображаемую реальность, которая не соответствует всему, вместо того, чтобы образовывать людей, вместо того, чтобы поднимать их уровень, вместо того, чтобы они позволяли им лучше чувствовать контекст, вместо того, чтобы внушать им ответственность за свои судьбы, истинно готовы пережеванные которые которых им должно быть достаточно да это отсекающая часть информации о мире а и потом все то есть они вдруг как-то они безответственны но странно да это эта история с отключенными вот этими не глупо не глушилками как называется башнями излучателями у стругацких учитесь взять эти излучатели которых люди а плотно сидели десятилетия те выключает прекрасный день разумеется все будет ломка дальше вопрос с пандором мне кажется что никакая система не является самодостаточной если люди безответственны то есть первое чему надо уделять внимание это просто образование но повышение культурного уровня надо людей ставить контекст надо объяснять им устройство общества надо объяснять устройство экономики надо чтобы решение которое они принимали люди способны на это мы конечно не все одинаково интеллектуально одарены но эти способности развивается человек очень способны к развитию существует дальше что выгодно власти чтобы стать режим нужно где оболванивать ну ты не можешь мыслящими людьми управлять интерном обществе это тебе это не получится делать не буду сомневаться те так иначе рано и позже расстрелить можете придется их расстрелить у мягкий цветы человек но на эти видите железный дисциплин прицел стрелять придется вот а если хочет чтобы обошлось без расстрелов и при этом они не громили эти магазины там не жгли машины и не отправляли тебя в отставку населиться путём революции значит должен постепенно может через одно поколение ко второму этих людей из внутренней пустыни вывести проблема в том что у нас это поколение родилось да но она не стала сильно ответственнее но стала фигистическим больше степени вот так пожалуй то есть по барабану немножко фильтровая Меньше смотрит, практически не смотрит, развлекал, и все. Но сказать, что это стали какие-то новые люди, новый русский человек, появился, родился, и все нельзя. И этим надо было заниматься. Надо было эти 25 лет, ну хотя бы эти 15 лет нефтяного благополучия, тучные годы, мало того, что реформы проводить, но воспитывать новое поколение людей, которым можно было бы доверить выборы, можно было бы доверить голосование, не боясь, что тебя на завтра после того, как ты теряешь власть, вздернут на Красной площади, на лобном месте голову тебя трубят. Тогда не ссыкотно уходить из власти, понимаете? А сейчас, конечно, ссыкотно. Кстати, еще я бы добавил, вот вы говорите, там сидят три человека, которые там каким-то образом влияют, ну и много мы повлияли, посмотрите вокруг. Понимаете? А вы думаете, на той планете, куда вы нас отправляете, будет по-другому? Я думаю, что будет то же самое. Здравствуйте, попросили кратко, я постараюсь. Ну вот возьмем двух антиутопистов, Орла и Хаксли, на мой взгляд, противоположно. Вот у Орла есть некоторый мир, где люди все одинаково несчастны, они свои несчастья объясняют каким-то внешним врагом, есть пятиминутки ненависти, но они понимают, что все они несчастны одинаково и готовы с этим мириться. У Хаксли же наоборот, все одинаково счастливы. Если ты вдруг становишься чуть-чуть несчастным, ты принимаешь таблеточку, а у каждого из нас своя таблеточка, и ты опять счастлив. Вот на ваш взгляд, какая из этих двух моделей наиболее близка к современному обществу и какая из них наиболее опасна? Спасибо. Ну знаете, я просто не готов согласиться с вашим посылом, поэтому и ответа не будет. С чего-то вы взяли, что люди у Орла несчастны. В массе. В массе они счастливы. Счастливы. В массе они счастливы. Это с нашей позиции, нам кажется, что они несчастливы. Поэтому на самом деле, еще раз повторяю, любая утопия, для меня лично, как человека индивидуалиста, это катастрофа. Потому что утопия, то, о чем говорил Дмитрий Глуховский в самом начале, утопия это выравнивание. Вот выравнивание. И выравнивание это всегда сострижка, или вернее подтянет, кому-то голову отстригают, а кого-то вытягивают. То есть это снизу, сверху, справа. То есть это на самом деле любая утопия, которую пытались сделать, счастливы люди, несчастливы люди, заканчивалась катастрофой, кровавой причем. Потому что бунты, контр-бунты, люди не хотят быть равными, не хотят быть равными, это все сказки, что люди хотят быть равными. Поэтому и Хаксли, и Оруэлл, они предупреждали, ребята, не надо так, так не надо. А он говорит, вот так надо. В этом разница. Это по поводу того, что все люди там счастливы, несчастливы. Мне два раза посчастливилось, извините за это слово, побывать в городе Пхеньяне. Я видел Северную Корею, я видел счастливых людей. Это ужасное зрелище. К вашему вопросу о том, что имеет больше отношение к современному обществу. Я, знаете, бывал в двух обществах, где разные модели реализованы. В Соединенных Штатах Америки, стране свободного выбора по всем вопросам, по телевизору больше всего я видел рекламу бургеров и антидепрессантов. Ну то есть у нас сейчас афобазол тоже популярен, и не счастливы, это за рекламу у ведомства одной тетеньки, которая раньше была в правительстве. Да, там Робидол, она же мадам Афобазол, по-моему, теперь. А теперь Мельдой. Ну, в общем, так или иначе, в Америке людям рекомендуется ширяться. То есть у вас что-то, какие-то проблемы? Ну, не вникайте. Примите таблеточку. Да, и у меня вот есть книжка «Будущее», там тоже люди, как и у Хаксли, который специально не перечитал, пока писал, она очень толстая. Очень хорошая. Спасибо. Два человека, которые читали мои книги. Там люди, ну, у тебя есть какие-то сомнения, плохое настроение, примите таблетку, не вникай, не надо исповедаться, общаться с друзьями, пить алкоголь, просто примите таблетку, у тебя улучшится механическое настроение. С другой стороны, мы прекрасно видим в нашей с вами стране, которую мы так любим противопоставлять Соединенных Штатов Америки, да, прекрасные пятиминутки ненависти. Вот то, что нас заставили за полгода возненавидеть Украину, ну, это идеальные пятиминутки ненависти. Антиутопический, фантастический сценарий провернули не на немцах в 30-х годах, а не на, значит, камбоджийцах, камбучийцах, а на нас с вами. И идеально подействовало. 86% населения возненавидело украинскую хунту, считая, что это миллион нацистов вышли, что, значит, если бы не пришли в Крым, туда бы вторглись какие-то каратели с факелами и перевешили всех русских. У меня там две знакомых украинских нянечки с ужасом ждали, пока украинские каратели вторгнутся, значит, и перевешивают. И это такое случилось самосуществляющееся пророчество, значит, через Крым начался Донбасс потом. Но то, как мы, то есть, ну, там, хохлы, там, газ, это все, да, это, конечно, русский народ, он шовинистичен в достаточной степени, это известно. Эти, значит, узкоглазые, эти черножопые, значит, это хохлы, там, это, значит, мороженые латыши. Ну, то есть, мы всех наших братских народов, мы к ним имеем какие-то претензии. Да, и я, как сам человек, состоящий из трех национальностей, я могу себе позволить небольшие комментарии на тему. Вот, и, и, только нигер, можно сказать нигер, нигер. Значит, что касается нас, ну, фактически украинцы это ближайший к нам, ну, к русским, если брать нас как русских, это ближайший для нас братский народ, тысячелетний. И нас, который нас связывает, ну, все, и чудовищные совместные жертвы, и совместная борьба, и они нами правили, и мы ими правили, и Днепропетровский клан управлял всем Советским Союзом, и, в общем, ну, всякое, да, и полное взаимопроникновение на уровне половины, наверное, семей, да, у половины русских фамилий наенка заканчиваются, у них полуправительства русские и так далее. И вот, когда у тебя есть два народа, не просто фигурально выражаясь братских, а действительно братских, ты можешь взять и при помощи первого канала, второго канала НТВ внушить ненависть к этим людям. Ну, это удивительно, как это работает, и я бы, если мне сказали, никогда бы не поверил. То есть я фантаст, я не мог ни Крым предугадать, мне казалось, это, ну, абсурд, да, невозможно в современном мире, и тем более изменение отношений к украинцам. И теперь обратный эффект изменения отношений украинцев к нам. Вот как при помощи пятиминуток нету, это гениально, то есть, ну, Геббельс просто бы извелся, когда бы он увидел, что делает, а там некоторые товарищи здесь, в Останкино, на яме. Выяснилось, что, кстати, у Куприна-Яма, это же там место, вот это несколько улиц, где бордели находятся, знаете, они тоже емские улицы, это про Киев, изначально книжка, емские улицы, и там везде бордели были. Я подумал, как точно, у нас тоже, вот это, где сидит, улица Правды, она ВГТРК, первый, второй канал, культура, там же Live News недалеко, это тоже называется Яма, ну, профессиональным слайдом журналистом. Душтинская улица, как и у Куприна, у него тоже, и еще улица, чтобы совсем было уж смешно, еще там улица Правды находится. Извините. Дорогие друзья, подожди секундочку, я вот совершенно тут бы не согласился, вот это принципиально, потому что, просто не согласен, совсем, потому что, конечно, легко свалить на власть и на яму, но, простите, пожалуйста, о чем мы так себя ведем? Мы, я имею в виду, человеки, потому что, если вот те, кто наблюдают за президентскими выборами в США, вы посмотрите, кто там лидирует, знаете, там была такая шутка, вот выбор американского народа, фашист Трамп против коммуниста Сандерса, понимаете? На самом деле, если вы подумаете, если вам когда-нибудь интересно прочитать, с какими предвыборными речами выступают что один, что другой, реально, которые, ну, половина Америки за них, да, это вот эти самые благополучные американские, внутри демократия и так далее, вот демократия, да, и вот люди соблазненные благодаря информационному обществу, я хочу обратить ваше внимание, на вот, Дмитрий говорил про телевидение, я говорю, вообще информационное общество, насколько даже вот эти вот бюргеры, спокойные, зажиточные, да, насколько они сейчас захвачены этой риторикой, что в Европе, что в Америке, я про нас не буду, я говорю о другом, знаете, у меня был очень печальный опыт, некоторые, может быть, знают, я рассказывал, это был январь 2014 год, я был в Киеве, коль ты заговорил про наших украинских братьев, и туда пошел на тогда оппозиционное майдановское телевидение, громадянское телевидение, и сидел у них там три часа, и пытался разговаривать с этими журналистами, вдохновленными майданом, чьи интересы я очень хорошо понимал, я говорил, поймите, что полковник Беркута, это человек, который живет с вами на лестничной клетке, и ваша жена у его жены занимает соль, а вы призываете там их выгнать, изгнать, сорвать погоны, избить, да, они такие, они псы, они псы Януковича, но это ваши соседи, это не только те, кто стоят вот так, вот так. Нет, говорили мне молодые прогрессивные журналисты, они ваши наймиты, московские москалимы, победимы, выгоним их, выгоним их, своих соседей, где соль занимается, туда. Я просто говорю о человеческой натуре, это не об американцах, это вопрос не об украинцах, не вопрос о русских, и тем более не вопрос о евреях, потому что с назначением нового премьер-министра Украины Гройсмана слово «жида бандеровец» приобрело совершенно конкретное воплощение для многих. Теперь никто на телевидении знает, что с этим делать. Теперь уже как-то человек извинится. Я просто хочу сказать, мне кажется, что это очень важно понять, что вот этот информационный мир, который вкладывается, или против которого борется Дмитрий своими мрачными антиутопическими вещами, это, знаете ли, такой яд, разлитый в воздухе. Мы его вдыхаем и травимся сами, этого не сознавая. И уже говорим, ну да, ну хохлы, они всегда сало там, ну да, конечно же. Понимаете, да, то есть благодаря вот этому яду, разлитому, неважно, первым каналам или социальными сетями, что на Украине, что у нас, во многом в Америке во время выборов, да, вот просто мы с вами, вот мы с вами здесь присутствующие, должны, как мне кажется, ловить себя на мысли, что мы отравлены, и принимать противоядие. Или принимать, использовать ингибитор, то есть замедлять это противоядие. Все время говоря себе, этого не может быть. Не может быть, что украинский народ нас ненавидит. Не может, вот просто не может этого быть. И это, если не спасает, и читать вот эти антиутопии, понимая утопии, понимая, к чему может это прийти, понимая, что до 35-го года осталось 19 лет, условно говоря. Это большая проблема, потому что среди молодых, возвращаясь к началу, очень много людей, которые оказались без иммунитета к этому глобальному, я не скажу вранью, я скажу отравлению. Причем это не так, что вам вот наливают в стакан, вы пьете, это воздух, это дышится, это вот мимо идет, это, знаете, там теща что-то сказала, увидев по телевизору, да, приятель пришел на работу, сказала, ты знаешь, там отрезанный мальчик, голову там распятый, чего-то. Этого не может быть, но ты, ну он же нормальный, ну он же, значит, что-то же там же есть. И мне просто кажется, что хорошая литература, как во времена всегда, в общем, люди, которые читали хорошие, знаете, вот помните песню Высоцкого баллада о борьбе, правильные книжки он в детстве читал, правильные фильмы смотрел. Это очень важно сейчас понимать и своих детей, со своими детьми разговаривать на эту тему. Дети беззащитны после того, да, правильный журнал читать, да, дети беззащитны против вот этого самого, они его не знают, этот яд, они его не чувствуют. Они, знаете, они трансформируются, сами того не видя, потому что я просто знаю по классу своего сына, сын в девятом, ему 15 лет, чего он приносит, какие разговоры. Вот правильно говорит Дмитрий, еще два года тому назад представить себе, что главным врагом украинцы, Украина, больше враг, чем США, было невозможно. Были такие смешные вещи, когда главный враг России была Эстония, помните, в 2004 году. Вот огромная, кровавая Эстония, маленькая Россия. Вот это был ужас, как бы читали, а по опросам, да, назовите главную угрозу, Эстония. Да Грузия от огромной страны, Эстония все-таки средняя. Понимаете, и это какой-то кошмар, но люди в это верят, и вот эта отрава продолжает действовать. А это какие-то, видимо, вообще книги, какие-то ингибиторы, потому что на самом деле это уже было. Это уже было и в истории России, и в истории Европы, и средневековой Европы. Мы когда делаем журнал «Наш дилетант», мы сталкиваемся с фактами, мы говорим, боже мой, как это могло быть в 16 веке, у них не было телевидения. Могло. Мы уходили, монахи, и села в село, и говорили, значит, женщины, которые лечат, да, это ведьмы. И вся средневековая Европа знала, что это ведьмы, их надо ловить, сдавать инквизиции, топить и так далее. Это очень похоже, это очень похоже на то, что происходит сейчас. Извините, и на такой радостной ноте, значит, Дмитрий будет подписывать свои книги. Подождите, подождите, а у меня такое предложение. Во-первых, я попрошу вас каждого назвать все-таки, чтобы у нас такой большой выбор книг, достаточно антиутопии, назовите вашу любимую. Какую вы по одной книге рекомендуете к чтению Дмитрия, мы все рекомендуем. Мостова 2035. Метро, метро, метро 2035, да. Нет, меня в свое время... Я иду покупать метро. В мое время меня абсолютно перевернул Оруэлл, я вообще ничего не понял. Я был девственно чистый комсомолец, и это девственно чистому комсомолецу подсунули самоздат. Но я не говорю про Стругацких само собой, я прочитал, и я понял, что я посмотрел в зеркало. Я помню этот ужас свой, ужас 16-летнего парня, который понял, что вот это да, а все остальное нет. Поэтому я рекомендую, помимо, конечно, Дмитрия, Оруэлла. Но если серьезно, то я не знаю, я думаю, что все читали, но я бы сказал, что Стругацкий все-таки. Для меня это такая литература на века. Слушайте, ну вообще классическим произведением читают, что читают по Фаренгейту, Дивен, Новый мир и Оруэлл, но Фаренгейт, он явно не самая сильная далеко вещь у Брэдбери, довольно скучная. И там антиутопия, только что они книжки жгут, а все остальное так. Хотя остальные элементы, вот человек из системы влюбился в женщину и понеслось, это как у всех остальных. И Хаксли это вообще не роман, а это такая лекция завуалированная, лекция о том, как надо и как не надо, завуалированная по какой-то сюжете. А вот 1984 это действительно мощнейшая вещь, и праведческая, и точная, и острая, и злободневная во все времена. И недаром она вообще вошла в Россию в десятку самых продаваемых книг в прошлом году. Да, да. По всей стране, не случайно это случилось, произошло, прошу прощения. И величайшая, мне кажется, антиутопия, это именно 1984. Давайте еще Замятинская мы. Замятинская.